Здравствуйте! Мы сегодня решили поговорить на тему, которая недавно прозвучала как гром среди ясного неба в нашем эфире, в нашей политической, социальной и духовной жизни. Сейчас, правда, эти отголоски немножко поутихли, но вот, пользуясь этим, мы решили эту тему как бы между собой обсудить. Эта тема, конечно, встреча нашего Патриарха Русской Православной Церкви с Папой Римским. Вот, мнения тут могут быть очень неоднозначные, совершенно противоположные, поэтому я маленький акцент делаю на том, что сегодняшняя вот эта вот наша беседа, она проходит вне рамок Новосибирского отделения сборского клуба, потому что там тоже мнения разделились. Я не хочу никого подводить и смущать. То есть, это свободная дискуссионная беседа. Может быть, мы сойдемся с батюшкой во мнении, может быть, разойдемся, но не важно, мы эту тему сейчас попробуем обсудить. Отец Феодосий, наш постоянный собеседник, известный богослов, ученик Алексея Ильича Осипова, который высказался уже на эту тему, поэтому я это подчеркиваю. Значит, и вообще очень грамотный в этих вопросах человек. Я с удовольствием вам предоставляю слово, батюшка, и слушаем вас. Ну, мне тоже там где-нибудь потом дайте. Да, конечно, конечно, конечно. Вы тоже смотрите где-то, если будут какие-то вопросы возникать. Походу. Да, я тоже приветствую всех наших зрителей. Я бы хотел, чтобы именно, может быть, какие-то возникнутые... Это получится как бы... Ну, я не хочу устраивать из этого дискуссию. Я хочу, чтобы это получилось как бы некая историческая справка такая. Замечательно. Для того, чтобы, ну, трезво оценивать события. Потому что, к сожалению, большинство людей в своих каких-то умозаключениях и в своих каких-то мнениях не основываются на истории и на знаниях определенных. Ну, а я хотел бы, конечно, вот вновь обратиться к логике, обратиться к здравомыслию и обратиться к истории. Ну, во-первых, это... Во-первых, нужно сделать такое замечание, что на самом деле никакой исторической значимости это событие совершенно не имеет абсолютно. Почему? Потому что между Русской Православной Церковью и Римским Престолом, Католической Церковью, никогда не существовало конфликта юридического. С точки зрения юридического конфликта никогда не существовало. Поэтому встреча патриарха Афиногора в 1962 году с Папой Римским, Иоанном Павлом VI, она имела смысл. Почему? Потому что в конфликте, сама суть конфликта Великой Схизмы или, как ее называют, раскола между Католической Православной Церковью, произошедшего и оформившегося окончательно в 1054 году, она состоялась между как бы двумя патриархиями. Между римской патриархией, то, что можно назвать папой, то, что можно назвать и патриархией, разница нет, что король, президент, суть дела одна, власть. И Константинопольским патриархом, и тот императорский, и тот императорский город. То есть Восточно-Визатиньевская Римская империя, Западная Римская империя. И вот этот конфликт действительно состоялся. Он оформился и окончился взаимными проклятиями. То есть анафемами, проклятиями, запрещениями в служении, лишениями в сан. Вообще мы должны, по сути дела, разбираться, кто имел право эту тысячу лет служить, а кто не имел право. Потому что если с точки зрения юридизма, то кто-то все-таки должен нести за это ответственность, а с точки зрения Бога, Бог всех любит и Бог всем милосердит. И ему эти поповские дрязги, и межпоповские скандалы ему безразличны. Это только попы думают, что в очах Божьих, вот это их мордобои в коммунальных квартирах имеют значение. Поэтому встреча наша на тот момент, это чтобы всем было понятно, потому что как бы само суть, вот то, что я сейчас буду говорить, вы, я думаю, даже не задумывались об этом. На тот момент, с момента крещения Руси прошло меньше ста лет. 52 года прошло. Больше? Да, 52 года. 88-й год. Пусть там будет, а, да, да, 1054-й. 65-й. 65-й лет. На тот момент русская, это даже не было русской церковью, и она никогда не называлась русской православной церковью. Да, да. Это была такая далекая славянская митрополия. 87-я там по счету. Поэтому она входила в Константинопольский патриархат. Поэтому суть конфликта, ну, это, знаете, вот я просто пример приведу, ну, вот обращать серьезное внимание с точки зрения истории, и с точки зрения эпохальности события, как это пытались представить, это все равно, что праздновать 75-летие победы Новосибирской области над фашистской Германией. Вот в таком состоянии находилась, как в Советском Союзе Новосибирская область, так в то время вся русская, восточная, вот эта славянская митрополия находилась в таком отдалеком, отдаленном составе, и к папе римскому, у нее мела некого... Подожди, подожди, сейчас договорю. Молитые исторические уточнения. Договорю, и это самое, и как бы тут уже понятно. То есть, суть понятна теперь мысли. Конфликт не наш, и он не с нами состоялся. И к русским, и к славянам он не имеет вообще никакого отношения. То, что мы потом выросли, там, через 500-600 лет, и то, что стало огромное государство и прочее, все равно это то же самое, что, например, молодежные посиделки наших прадедушек, на которых они там подрались по какому-то там и глубоко лично, и неведомому делу, проблеме. А мы за дедов и за прадедов это дело вспоминаем. Это я говорю не в смысле вообще веса, значимости, а в качестве исторической справки. То есть, вы поняли, мы в этом конфликте никого представлять не можем вообще. К этой исторической справочке, маленький штришок, батюшка, вы поймете, что... Да, 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 хорошо. Я хочу просто обратить внимание, для меня только сейчас дошло, что как раз 1054 год, это время конфликта Киевской митрополии с Византийской, когда поставили русского митрополита славы. Мудрые евро-греки надоели, в конце концов, и поставили своего русского митрополита, когда потом все-таки двинули. Это да, это естественно. Вот что я хотел говорить. Не, ну это естественно, но это не является конфликтом. И как раз относится к эпохе, к этой, да. Но это не является конфликтом, потому что... Даже вот, смотрите, сейчас, вот, допустим, патриарх Алексей упал, ударился головой, убился в этом ванной комнате. Это тоже можно представить, как я не знаю, эпохальный конфликт, да, там неизвестное мистическое и историческое событие. Представляют. Да, говорят, да. Поэтому это, ну, к самому конфликту не имеет. Значит, мы обратили, да, обратили мы с вами внимание, то есть между самой русской патриархией и между римским патриархатом, римской митрополией. Нет, вообще я имел в виду уже, ну, как сказать. Ну, давайте как-то все-таки надо, чтобы людям было понятно. На данный момент в виде юридического лица русская православная церковь автокефально и автономно в своем управлении. На тот момент и еще 600 лет после того момента никакой самостоятельности мы не имели. И представлять кого-то перед Папой Римским мы не могли. Я еще раз говорю, это вот сейчас, например, губернатор Новосибирской области приедет к Обаме. Он не может представлять Российскую Федерацию. Да, он какой-то там губернатор Калифорнии, например, но он не может представлять собой государство. Поэтому конфликта, как вот на между равными, даже близко представить себе невозможно, потому что на данный тот момент той же римской церкви уже тысяча лет, русской православной митрополией 65. Поэтому сама сущность события, встреча с патриархом, мне непонятно, кого патриарх представлял на этой встрече. Да, теперь он может от лица русской православной церкви встретиться с римским Папой. Но к тысячелетнему конфликту между церквями это не имеет никакого отношения. Абсолютно. И нечего себя обманывать и выдумывать сказки про белого бычка. Ну да, ну захотели, но встретились. Тем более, что таких же православных предстоятелей, как Алексей, есть 15 всего. Равнозначных ему. С которыми Папа тоже может встречаться. Сербский патриарх, румынский патриарх, болгарский патриарх. Там куча их. Можно со всеми скопом. Можно по отдельности с ними встречаться. Не забывайте еще другое, что Папы себе выбили государственную власть. То есть Ватикан это государство. И с точки зрения международного права Папа президент. Патриарх это руководитель никому не ведомой общественной организации в не особо известной политической структуре Российской Федерации. Поэтому это раздули только в России. Это у нас такой вот шумиха. И раздули. Это показали, что так, типа, тысячелетнее примирение. Представьте себе, что ваш прадед подрался с соседом, а вы сейчас затеяли эпохальное примирение. И то, даже не ваш прадед, а его барин, барин, во время которого жил ваш прадед, подрался с соседним барином из соседней деревни. А теперь вы устраиваете эпохальное примирение. Это так и есть. Но с другой точки зрения, очень странно, что все это мгновенно совершилось. То есть, буквально раз, неожиданно, никто ничего к этому не готовился. Я думаю, это специально сделали, ну, для того, чтобы не было долгих обсуждений и... Ну, скрыто, скрыто. Да. Второй момент. Задумаемся, как всегда. Я уже много раз говорю, и надо еще раз об этом задуматься. Кому это выгодно? Давайте вот посмотрим теперь в глаза правде и логике. Я думаю, что сейчас это вам, всем нам еще станет еще более смешнее. Я думаю, кроме сарказма, здесь больше ничего быть не может. Значит, во-первых, почему 200 километров от Госдепа? Почему нигде-нибудь в Болгарии, ни в Сербии, там, я не знаю, или даже в том же самом Константинополе, например, где состоялось это эпохальный скандал тысячелетний? Почему за 200 километров? Чтобы американцы могли в бинокль видеть происходившие события. Во-вторых, почему не во дворце у Рауля Кастро, а в аэропорту Гаванны? Почему не в общественном туалете, например, аэропорта Гаванны? Вот, очень тоже, кстати, удобно. Почему именно в аэропорту? Что это за такая эпохальность событий? Представьте себе, да, что, например, капитуляцию Германии заключали бы не где-нибудь там в Рейхстаге или где-нибудь там в рейсканцелярии, а где-нибудь, например, ну, как сказать, ну, в детском саду номер 6. Или, например, я не знаю, где-нибудь, ну, в таком самом-самом непонятном для этого месте. Непонятном совершенно для этого месте. Это второй смех. Ну, и третья сама проблема, третья, самая главная. Раскол между католицизмом и православием состоялся на почве, ну, двух-трех самых основных моментов. Первый – это всегда приводился довод Филиоквы, то есть в Римской Церкви существует такое понятие, что Дух Святой исходит не только от Отца, но и от Сынца. Хотя давным-давно с точки зрения католической Церкви это решено, потому что Папу признали оба символа веры равнозначными. То есть они говорят, мы и так верим, это как хотите, так мы вам и напишем. То есть никаких споров, они в спор по этому поводу, они не вступают, они не отстаивают, что вот он и от Сына тоже исходит. Нет, они говорят, вот вам так, ну вот так, значит, тогда мы с вами согласны. То есть это еще в 15 веке как бы прекратился скандал этот, но все равно эту древнюю обиду как бы все время вспоминают. Ну и второй момент – это в догматике католицизма особо восхваляли Божью Матерь и ввели такой еще догмат о непорочном зачатии Богородицы. Но это тоже вызывало конфликт всегда между Папами. Папы, кстати, вообще очень любят вот это выяснять, кто кого зачал, в каких кустах происходило, в какой момент, где кого, кто там сделал. И этот скандал всегда очень выставляется на поверхность. Знаете, такой вот злобный Бог, который все время выясняет обстоятельства происшедших там вот зачательных событий. Ну и третий самый такой скандальный момент – это, конечно, притязание, самый главный – это притязание римского Папы на власть. Папы всегда по решению Первого Вселенского Собора… Непогрешимость. Нет, это уже был потом, в 18 веке. Непогрешимость Папы в 19 веке на Втором Ватиканском Соборе только, ну как бы, оформилась. А до этого тысячу лет об этом никто вообще не говорил, о непогрешимости. Там была другая вещь. Там есть решение Первого Вселенского Собора, на котором указано, что Папа и Римский имеют право первенства чести. То есть, если все собирались вот тогдашние древние патриархи, то сидеть во главе стола должен был римский Папа. Не Константинопольский патриарх, а римский Папа. Потому что это прямо было в решении Собора прописано, что Рим – это первопрестольный город Древнего Рима. И его епископ является, не знаю, как сказать, неприемником апостола Петра, но, по крайней мере, первенствующей капитрой. Он не имел права суда над всеми епископами, он не был самым главным, но он считался как старейшина. Вот как вот первый из среди равных. И это всех очень заедало. Почему? Потому что, ну раз первый среди равных, то в определенные моменты, например, когда голоса равнозначно совпадают, то получался голос этого председателя решающий. И он все равно имел какую-то, ну, больше власти, чем другие. И вот эти три вопроса, они привели, по сути дела, к оформлению раскола между Востоком и Западом. Потому что восточные патриархи не хотели подчиниться римскому Папе и его полностью слушаться. Но, однако же, из всего того, что я сейчас перечислил, к русской православной церкви ничего не имеет отношения. Потому что сама в том виде патриархии, которая сейчас вот существует, московская, она вообще организована в 1943 году Иосифом Виссарионовичем Сталином. И понятие русская православная церковь появилось именно в 1943 году. До этого от первого патриарха русского она была российская, греческого, восточного обряда церковь. Она называлась по-другому, даже другое название имела. И то уже, как говорится, все вот эти притязания и скандалы с католицизмом уже до этого времени все организовались. Поэтому шумиха не имеет значения, а имеет значение только в двух акцептах этого события. Первое, либо нас просто сливают, пришло такое время, настало, когда патриархия просто нас сливает западному миру или за католической церковью. И это так и происходит в аэропорту Гаванны. Вот тогда это вполне очень это самое, ну как бы, разумно. И либо второй момент можно себе представить. Это вот летом будет Всеправославный собор, съезд такой всех предстоятелей православных церквей, на котором вот как раз хотят сформировать вот это понятие, кто же может представлять православную церковь перед государством, перед римским папой, перед царем Горохом. То есть нас 15 и все самостоятельные. То есть как бы, ну не может же нога, правая нога представлять весь организм, да, или ухо там, например. То есть надо какое-то совещание провести, что, например, избрать, что нос, например, будет у нас главным в международных наших отношениях. Или, например, правый глаз там. То есть договориться, по крайней мере, организм этот должен. И патриарху нашему нужно было для того, чтобы выглядеть на встрече вот этой будущей, как бы частью этого организма, не вообще просто, например, дверью в шестом подъезде, а именно частью этого православного организма и должна была состояться эта встреча. Чтобы не казаться маргинальным каким-то там непонятным элементом, а все-таки частью этой структуры, которая будет встречаться на этом всеправославном съезде. Потому что в советские времена вот как-то все это настолько разорвалось с тканью православного мира, что нас вообще большая большая часть до сих пор еще воспринимают как такое, знаете, непонятное образование. До сих пор вот католические и православные разные церкви, они к нам с очень большой настороженностью относятся. Особенно древние, антиохиевские, александрийские, они очень с нами так вот, у них такое настороженное к нам отношение. Ну и в конце концов, последний самый вопрос, чем я задался, мне совершенно непонятно, а почему тысячу лет мы встречались? Чтобы встретиться в аэропорту Гаван, я не понял с этого прикола. А вопросик еще тогда по ходу, а другие патриархи встречались? Да, да, по-моему, но тот, что встречался точно патриарх Афиногор, точно патриарх встречался в 60-х, это константинопольский патриарх, и они сняли друг дружки анафемы с папой Афиногор. То есть примирение состоялось, вообще, да, слушайте, а примирение состоялось. Состоялось, то есть константинопольский патриарх, он считается православным, как главой православной. Они поругались, они подрались два ваших соседа, они поругались, они помирились. Да, то есть анафемы сняли. Да, анафемы сняли, что... Что мешает встречаться другим. Да, 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 и подождите, а зачем нам было встречаться? Подчеркнуть, вы правильно сказали, свое значение. Абсолютно верно. Свой вес последующих. Конечно, показать себя, да, абсолютно верно. Потом, ну, больше это, смысл какой? Уже примирение-то состоялось, в чем вопрос вообще? Вообще совершенно непонятный вопрос. Мне нравится больше ваша первая версия, что нас просто Западу сливают. Да, вот это мне почему-то сразу... Вот это Кубин, именно на Кубе, сейчас вот меня почему-то сразу, это, говорю, Госдеп организовал встречу. Тут как бы даже немножко символично, потому что сейчас Куба, она идет прямо по пути такого закрытия коммунистического проекта. Да, да, да. То есть, сливание коммунистического проекта, и пока еще, видимо, там жив Фидель, видимо, это не состоится, но как только, ну, не сегодня, завтра его не станет, этот проект там схлопнется, и Куба станет вот таким вот проводником дальше вот таких вот империалистических обсуждений. То есть, она практически, вот сегодня себя так ставит не на Родку, подчеркиваю, а, видимо, да, какая-то верхушка правящая, она ставит себя как предателя вот этой коммунистической вот этой схемы. И вот для меня это как-то символично. Ну да, что там именно... Там, вот в этом месте... Смотрите, еще один момент. Папе Римскому это не нужно вообще, абсолютно. Только если... Папе Римскому это нужно только в одном ракурсе. Если нас, как вот православная церковь, сольют католической церкви, тогда это Папе интересно. А встречи с, например, там, защитниками общества животных, и Папа практикует, это он очень любит, защитниками китлов, потом там, например... Нет, защитниками православных на Востоке. Ну да, 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 недавно состоялась встреча римского Папы точно в таком же ракурсе с основателем Фейсбука. Папа недавно встретился с основателями Фейсбука, там, и прочее, то есть, вот это для Папы, что встретиться с московским патриархом, что встретиться с основателем Фейсбука и написать декларацию о том, что мы всех должны любить, это для Папы как бы, ну, ипотаж, это реклама определенная. А смысла для католической церкви нет никакого, потому что с Афиногором они помирились, а нафемы эти древние как бы сняты, все это примирение как бы давно запущено, и наша встреча не имеет никакого значения. Она имеет смысл только в том, что нас, тысячу лет это барахтались, теперь нас просто сливают. Она имеет смысл во встрече именно русской цивилизации с западной цивилизацией? Да, да. Вот это вот. Да, да, вот в этом смысле, да. И поэтому вот ваш маленький вот такой вот посыл к тому, что, значит, современная русская православная церковь, она там ничего такого несет, но я бы не согласился. Даже, может быть, это пусть относится кто-то как хочет к этому, но есть формула 15 века, что Москва Третья Рим, то есть последовательность, которую, в принципе, официально наш церковный официоз продолжает нести через какую-то систему мыслителей, православных историков и так далее. Они несут эту формулу, то есть считают себя именно проводником последовательности к тому вот этой идее. Понимаете, я согласен, да, что где-то в скрытой форме, в скрытой, в локальной форме где-то это там есть. Но вы поймите правильно, мы сразу вступаем в конфликт с Константинопольским патриархом. Однозначно. Это, они-то этого не согласятся. Не согласятся. Они же есть. Но это именно. Они же никуда не делись. Совершенно верно. И вот это именно. Почему это нам, они, это выглядит так, как будто мы на их костях пытаемся себя объявить Константинопольским патриархом, то есть. Вот, и сейчас многие вот. Они-то этого не допустят все равно. Политологи вот так объясняют. Впрочем, еще один маленький момент. Вот Константинопольская церковь, она кажется маленькой. На самом деле она огромная. Она по размеру, наверное, такая вот по количеству прихожан, такая же, как русская. Может быть, даже больше. Почему? Они очень хитро в свое время воспользовались тем, вот своей вселенскостью. И подмяли под себя всех, кто разъехался. В Австралии всякие, Канады, потом эти самые там какие-то северные всякие территории, приходы, в Африке и прочее. То есть они разрослись за счет беженцев всяких, православных, и иммигрантов, в том числе и российских. Приняв их в свою Константинопольскую юрисдикцию. И получилось куча-куча епархий по всему миру. И с большим количеством уже там местных прихожан. Там в Австралии, там в Новой Зеландии, ничего неизвестно где. Поэтому она на самом деле очень такая большая, крупная. Это не то, что вот, например, там антиохийский патриархат, который с Александрийским дерется за один храм в Катаре. Не могут разобраться, что же там храм-то твой или мой храм. У них скандал между ними. На самом деле Константинопольская, она очень большая церковь. И поэтому многие аналитики сейчас говорят, вот типа наш патриарх встретился именно для того, чтобы на Всеправославном соборе иметь аргументы для того, чтобы наконец-то русская православная церковь заняла свое соответствующее место вот в этой мировой иерархии православных церквей. Какое соответствующее место? Первое, или второе, или третье? Непонятно. Но вот такое вот идет, да. Вы совершенно правильно это отмечаете. Но я не думаю, что наш патриарх этого не понимает. Что такие претензии, они, в общем-то... Очередным расколом чреват. Да, что эти претензии, видимо, будут... Вот где-то что-то проскользнет, где-то что-то проскользнет, но этого не будет. Это понятно, что этого не будет. Тогда для чего? Ну, я же говорю Госдеп. Тогда главным покупателем всей этой акции является Государственный департамент Соединенных Штатов Америки. И самое главное, что на следующий день уже потом состоялась встреча с Раулем и с Фиделем. Уже в президентских, как говорится, дворцах. Но на самом деле, самое главное, папе это не нужно вообще. Абсолютно не нужно папе римскому. Госдепу это интересно как слив нашей культуры. Именно такой индивидуальности. А больше всего это, конечно, нужно самому Кириллу, для того, чтобы показать свою значимость, для того, чтобы вот эту маргинальность, для того, чтобы оказаться, в конце концов, может быть, тем самым носом, который будет главным. Тут еще есть один маленький нюанс. Сам по себе Кирилл, будучи еще митрополитом, очень давно готовил такие вот отношения с римской церковью. Это начал Никодим, рекомендовал епископы Кирилла Никодим, митрополит Никодим. Это его дети, их очень много, его епископов, которых он продвинул. Видимо, целая школа, потому что мы видим сегодня этого Иллариона, который полностью продолжает всю политику. Но вот эта политика сближения с Западом и даже сквозь отдачу кое-каких идеологических интересов, может быть, даже так, она прослеживается буквально уже несколько десятков лет. Никто пусть не подумает, что это вот буквально сейчас. Вот раз тихушку так собрались, опа, опа, сказали, что нет, это за деятельностью Кирилла, еще будучи митрополитом, давно прослеживалось. Ему даже в свое время вопрос задавали, прямой, открытый, батюшка, вы случайно не скрытый кардинал Папы? Это в 90-е годы был такой вопрос задан, человек, который этот вопрос задал, потом в 2000-х годах замечательно отсидел в тюрьме по политическим вопросам. Не будем говорить кто, хотя все знают. Это был наш такой политический узник. Ну, действительно, вы правы, встреча состоялась, как будто кардинал приехал к своему руководству. Скорее всего, да, и поэтому было все это так скрыто, архиерейский собор совершенно закрытый, абсолютно закрытый, принятый решение, и оп, наши головы обрушили, что завтра будет состояться такая встреча. Народ так, оп, а что такое-то происходит? Это правда какая-то эпохальная встреча, или это что-то другое? На следующий же день после встречи, я хочу отметить, вы, может, не заметили этого, первые, кто не осудил, они не осудили, они сказали резко критическую, высказали позицию по поводу отношения, вот именно такой формы этой встречи. Это был косовский епископ Артемий. То есть, сербская православная церковь, она очень такая ортодоксальная, она очень идеяная, и она очень болезненно к этому отнеслась. Да, они именно восприняли это как сближение, попытка сближения России за спиной у всех, за пола, а для сербов это, извините меня, тем более, для Классовского это очень болезненный вопрос. Вот он первый был. Второй, ну, я так просматривал, конечно, там, Владимир Семенко выступал против этого, категорически из таких православных, таких мыслителей, и вот дождался, наконец-то, вот Алексей Ильич Осипов свою статью написал по поводу этого. Он сделал так, это очень умно, он и так, видимо, там не в ладах с церковным официозом, я так думаю. А сейчас все, кто, все, вот вы обратите внимание, обратите внимание, все, кто имел немножко мозгов, все оказались не в ладах с церковным официозом. Совершенно верно. То есть, бараны нужны, бараны, которые вот они, православный баран, он гораздо более ценится, чем православный профессор. И поэтому, смотрите, Кураев отвалился, теперь Осипов. Они, причем, так хитро все это сделано. Осипов и не был священником. Нет, но он все равно же, он же профессор академии. Значит, он учит священников, епископов. Если он начинает высказывать свое мнение отличное от всего этого происходящего, следовательно, он идет в фарватере. Я не договорил. Я озвучу немножко, чтобы не... Неспартийная дисциплина. Если в Единой России ты начинаешь против, например, президиума, против исполкома, ты начинаешь гнуть линию, то тебе ломают ручки, ножки и косточки. Это точно, вот не будем даже спорить, это тоже... Я не спорю, дайте мне договорить, о чем сказал Осипов. Церковный исполком. Он же сделал очень ум, но он не стал там вступать в премию. Он просто дал свою аналитическую статью и описал, что такое представляет из себя римское папство, римская церковь. Что она полностью с нашей идеологией православной уже разошлась. Это разные совершенно направление христианства. То есть он сказал так, что ребята, это разные вещи. Какое там единение? Вот за его словами, за строками этого открылось. И больше оценку встречи он сама не давал. Это надо точно определить. Но читая его статью... Он дал оценку, он дал все. Он просто как бы не претендует на церковный голос, что он это от имени церкви говорит, как профессор, как богословское мнение. Поэтому голос его услышан. В принципе понятно, что не все однозначно отнеслись. А вообще действующие священнослужители, как дружной гурьбой, не вчера еще будучи такими православными ревнителями в стиле НТЭО, значит сегодня они дружной гурьбой бросились защищать позицию Кирилла за то, что он совершил вот этот эпохальный шаг, который приведет нас к счастью и благодетству. Ну это вот так. Какой эпохальный шаг? Какой? Это вообще... Это мы уже с вами обсудили. Папе Римскому. Мы обсудили уже. Давайте на этом уже это самое. Поэтому суть такова, что эпохальность, она заключается только в мозгах те, которые хотят раздуть себе большую значимость. Это эпохальность. Во-вторых, с точки... Патриарх давным-давно не представляет уже от себя, не может от русского народа свидетельствовать, заявлять и от него действовать, от русского народа. Давным-давно не может. А вот от грубки возглавляемой НТЭО, да, может быть, он может как-то там свидетельствовать. Ну, это грубо сказано, но... Да. А вот от самого народа, от самого народа, от государства нет. Вот, может там, если только что Владимир Владимирович попросит, там, познакомиться с Фиделем и Раулем Кастро, там, скажет, вот там, от меня приедет человечек, Фидель, от меня приедет человечек завтра. Ты его прими. Не, ну, потом... Вот, подождите, я не прав? Я прав, вы правы. Какой у Фиделию имеет патриарх отношение? Потом патриарх поехал проповедовать пингвинам. Да, пингвинам, ну да, да, да. Тоже эпохальный шаг. Да, эпохальный шаг, посещение Антарктиды. Вот, но... Поэтому эпохальности здесь нет. И этот газдеповский слив, он налицо. И как бы выгодно, вот кому выгодно, мы с вами все обсудили. Но у меня еще остается одно недоумение. У меня осталось просто после этой встречи, осталось недоумение. Выглядит оно таким образом. Вот, допустим, у вас был хороший друг. И живете вы в одном доме с ним. И учились вместе в школе. Но в десятом классе вы подрались с ним из-за, не знаю, Машки-отличницы. Обсуждался вопрос, волосы красивые у нее или некрасивые. Причем, если кто-то будет говорить вам, что к этому имеет отношение Господь Бог, не верьте. Бог это не злобный жлоб. Бог своих детей милует и любит. А вот с такой злобой могут относиться только попы к своим детям. И вот вы поругались. И вчера вы случайно летели обоим в аэропорту. Встретились. Не в Гаванне, а в Толмачево. Сели, попили кофе. Но вы не встречались 20 лет. Вопрос, а нафиг это все было? Ну, все правильно. Мы уже об этом говорили. Это уже как бы... Да, вот резюме такое. Зачем это все было? Что это было? Какой смысл в этом? Можно еще пару слов, о которых никто не говорит. А потом, может, вы еще что-то добавите к этому? Ведь у нас, как представляете, посмотрите, какой хороший сейчас папа. И вот с ним надо обязательно встречаться, налаживать отношения. Ну, ребята, сегодня папа хороший, завтра нехороший. Это первое. Во-вторых, ну, папа иезуит. Извините меня, это древнейшая организация политических авантюр, значит, разведок и так далее. Ну, то есть, они умеют себя вести, они умеют любую идею подать в интересах Ватикана. Это у них крови. И он может из себя ставить любого святого. Он может мыть ноги там каким-то нищим. Это ради Бога, может, это хорошие поступки, это никто, это не это самое. Но это иезуит. Это, во-первых, вот это, нельзя сбрасывать со счетов. Эта школа от своих традиций не отсказывается. Это орден, существующий уже веками. Значит, это первое. Значит, почему об этом никто, вот почему-то это не замечает. Что вступать вот в такие вот доверительные отношения с такими структурами и схемами, ну, по крайней мере, очень, ну, не опасно, но как-то надо осторожно. Почему не опасно? Это даже преступно. Вы сказали то, что, может быть, я хотел сказать. Ну, второе, может быть, вот логика такая. Это мое личное мнение как человека. Я никому его не навязываю. Я вот долго искал в своей голове все-таки логику этих событий. Надо еще не сбрасывать со счетов, что сейчас в мире идет огромный экономический кризис, который приводит в финансовые системы стран, людей. Перестраивается все. Перестраивается все. Кто как впишется в будущее со своими громадными деньгами, неизвестно. Значит, то, что сегодня РПЦ – это громаднейший состоявшийся финансовый такой глобальный институт, это тоже понятно. И то, что Ватикан имеет колоссальную мировую финансовую систему. Но по сравнению с Ватиканом – это мелкоблоджка. Я про что и говорю. Мое личное мнение тут простое. Попытка вписать в новую финансовую систему. Скорее всего, вот это мое личное мнение. Я не хочу не бросать никого тени. Ну, о чем они там шушукались два часа? Ну, что может? Ну, вы провели эпохальную встречу. Ну, проведите ее при всех. Вы ушли от собора. У нас же соборная русская православная церковь, она соборная. То есть, мы должны эпохальные вещи-то принимать совместно. Общим собором, общим решением, привлечением всех людей. А вы провели какой-то архиерейский собор, совершенно тихушку, значит, и пошли, там, встретились, два часа о чем-то шушукались. Ну, что нам еще думать? То есть, логика может быть разная. Но эта логика как-то она не разная. Логика – это просто здесь торжество, вранья. Ну, да. Значит, вот вы очень верно заметили, очень верно заметили, Жень, о том, что действительно Папа – иезуит и все остальное. Я вам скажу проще. Во все времена католическая церковь действовала, исходя из целесообразности момента. Нужно было жечь ведьм. Были папы, которые жили ведьм. Нужно было устроить походы на Иерусалим, крестовые походы, они устраивались. Нужно было выдавать европейским королям короны, они выдавались. Нужно было, в нынешнее время, нужно было убрать Райцингера с престола, они его убрали. Ридигер. Ридигер. Ридигер – это покойный патриарх Алексей. Я про него убрали. Не-не-не. Ридигер – это поражение убрали. Папа же, папа же. Нет, а вот нашего-то, я пока говорю про католическую церковь. То, что нашего убили, это само собой. Я говорю про пап. Вы задали вопрос, что, и сказали, суть затронули, что все времена инквизиторы, инквизиция есть, и иезуиты есть и иезуиты. Да? А я сказал, что во все времена они очень ловко вписывались в любую политическую ситуацию. Нужно было жечь ведьм, они их жгли. Нужны были крестовые походы. Сейчас, вот смотрите, был немец, Райцингер, фамилия его. Это вот предыдущий папа, который отказался от престола. А, да-да-да. У меня что-то Войтыло было. Нет, Войтыло умер спокойно и похоронен. Совершенно верно. А предыдущий папа, он отрекся от престола. Как же я забыл. Это мы подготовили место. Вы думаете, это произошло? Это не просто так все делается. Это, церковь, это бренд, огромный бренд. Бренд политический, бренд экономический, как вы все сказали. Финансово-экономический. Финансово-экономический. Бренд исторический. Бренд идеологический. Поэтому они поняли, что церковь теряет огромное количество верующих. Это же можно посчитать. И, смотрите, убрали этого Райтсенгера, немца, и поставили иезуита, известного своей скромной жизнью. Он взял имя Франциска. Ни одного папы не было Франциска. Это не отрицается абсолютно. А блаженный Франциск Асиский, это нечто подобное Сергию Радонежскому в Русской Православной Церкви. И он очень, он был, вот его жизнь самого Франциска, это образ нищеты. Ничего никогда не было. Он всегда жил для людей. Я про это и говорю. И вот, пожалуйста, папа, приходит новый бренд. Приходит, это все равно, что там Дольче и Габбана поменяли там модельный ряд. То есть приходит папа новый. Новые потребности мира. Мировой кризис, проблема, обнищание людей, денежные потоки новые. Новый папа. Папа открытый, скромный, очень-очень-очень либеральных взглядов, с таким иезуитским, мудрым, хитрым подходом ко всему. Поэтому встреча Кирилла – это вход в эту систему, это слив православной идеологии в эту систему, вписывающуюся. Потому что папы всегда были здесь на острие. То есть папы введут в направлении того, чтобы сохранить систему. И если мы в эту систему не вписываемся, следовательно, нас тоже нужно раздавить, раскрошить, разломать. Если мы впишемся в эту систему, тогда все хорошо, тогда все прекрасно. Поэтому вы сделали очень верное замечание по поводу, что именно с таким вот прекрасным папой так прекрасно сливается. Да, да, совершенно верно. Можно еще маленькое подтверждение ваших слов. Вы сказали, что кое-кому нужны дураки и дебилы. Ну, действительно, так и есть. Я очень плотно наблюдаю за вообще книжной сферой. Это очень давно, я этим увлекаюсь, годами, десятками лет, это понятно. Значит, мы вот в 90-е годы, даже при Редигере, в православные лавки было интересно зайти. Там были работы русских православных философов, мировых философов, христианства. Значит, там можно было посмотреть и купить интереснейшие вещи. Зайдите сегодня в любую православную лавку. Там три с половиной. И попробуйте там найти каких-нибудь русских православных мыслителей. Там Тихомирова, Розанова или Меншикова. Пусть я с ними, может, где-то что-то самое. Но не важно. Важно то, что этих людей читали. Того же митрополита, сад Петербургского, которого почитает вся Россия до сих пор. Сночёва. Сночёва, да. Митрополита Сночёва. Он всегда стоял в его работе, его житие, жизнеописание вот это вот всегда было. И вот это всё исчезло с приходом Кирилла. Да, вы правы. Знаете, это ещё я вам скажу, что произошло первое, когда пришёл Кирилл. Инвентаризация, то есть полностью всё имущество церковное перебрали. Второе, поменяли устав таким вот образом, что патриарх Кирилл – собственник Русской Православной Церкви. Ему всё принадлежит. И от него всё решаемо. То есть он… Замечательно. Это как больше папство своеобразное. Только русский вариант папства. Ну, его ипископы, соответственно, его наместники. Да, да, да. И последний вариант – это сразу же было запрещено торговать книгами любыми, которых нету его благословения. То есть если там написано, что вот это вот можно читать, то значит да. А если не написано, то читать нельзя. И знаете, как сразу, вы понимаете, это выставляется… Самая мерзость и вонь, самая страшная, знаете, в чём здесь запах плохой? В том, что вот эти уроды, они плодят уродов вокруг себя. Проблема в чём? Это выставляется как условие спасения. То есть если ты вот, не дай Бог, читаешь какую-то не ту литературу, ты можешь сильно духовно повредиться, потеряешь царство небесное и спасение. Понимаете, как вот, Женя, вот что ещё хотел сделать такое замечание? Бог выставляется таким вот гневливым жлобом, который, если ты вдруг не туда залез, в какую-то не ту книгу, сразу у тебя с неба летит гнилой арбуз, который лишает тебя царства небесного. А Богородица так обидится на тебя, что придёт и тебе на дверь наплюёт в подъезде. У наших детей даже, вот представьте, ваш ребёнок что-то не то сделал, да даже пожар дома устроил, в резетку залез и устроил короткое замыкание. Вы что, после этого его убьёте? Или скажете, теперь ты проклят навеки, и в царство небесное ты не войдёшь. Это же, ну, прочитал человек что-то не то, не туда что-то... Что делать? Рабы. Рабы нужны, чтобы идеология была своя. Вот это ты будешь читать, вот это не будешь читать. Вот здесь ты умный, а здесь ты дурак, и всё. И поэтому формирование баранов, общества баранов, запуганных, вот этим гневливым, раздражительным и жадным Богом, оно и формирует с собой вот это вот церковное общество. Ну ладно, я вот ещё хотел бы добавить, вот эти вот наши размышления, они не должны вести к тому, что вот мы вот сейчас кричим о том, что вот надо разрушить нашу... А зачем? Зачем? Не надо ничего разрушать. Нет, нет, а смысл какой? Наша Русская Православная Церковь намного древнее вот этих вот современных иерархов, которые сегодня пришли. Что мы дадим взамен? В ней было много плохого, но и много хорошего в нашей Русской Православной Церкви. Она исторична, она соборна. В конце концов, народ поймёт, что он соборный народ, значит, и что мнение каких-то личностей, но как-то они не должны менять на что-то более глобальное. Ну, как этот вышел, Чаплин-то, что Чаплин хлопнул дверь, он что сказал? Патриарх Кирилл заигрался в свой авторитарный проект. Вот так вот. Он заигрался в своей авторитарностью и думает, что церковь для него. Не он для церкви, а церковь для него. Я никак не могу найти, что Чаплин-то уводил. Да, он сказал, что я, говорит, ухожу, потому что это проект одного человека. Ну, плюс этому человеку Чаплин. Ушёл, да. Ну, он, правда, сейчас испугался, потому что, ну, представьте, ему, допустим, сейчас 55 лет. Кроме того, чего он проповедовал, он больше ничего делать не умеет. И его выгонит завтра. Он будет попросить, просить хлеб на улицах, потому что он, ну, самостоятельно ему не жить. А поэтому он тихонько там где-то сейчас, его перевели в какой-то другой храм, и он там себе служит в Москве. Понятно. Поэтому он будет молчать со страху. Ну, да. Вот. А так, ну, вот с этой всей бороться внутренней дрянью всё равно надо. Ну, по идее, да. Надо хотя бы понимать эти вещи, не идти слепо на пологу. Да, да. По крайней мере, надо быть, ну, хотя бы честным перед собой, хотя бы логически, исторически быть честным. Невзирая там, кто кем был, кто чего. А вот, знаете, смотреть на что? Кому это выгодно? Зачем это делается всё? А делается для обезглавливания народа. Причём изнутри, не из, как вы, ты знал, внешнего нападения. А вот сами всё снутри сгнило, и голова отвалилась. Шея сгнила. Голова отпала. Ну, всё. Ну, всё понятно. Спасибо, батюшка, за ваше интересное, как всегда, мнение. Я постарался, знаете, я так постарался исторически посмотреть на вот это всё происходящее событие, потому что я сразу задался мыслью, а кому вот это вот надо? Для чего? Я думаю, что Владимир Владимирович попросил его патриарха познакомиться с Раулем. Потому что нам важно сохранить, ну, какие-то культурные, хотя бы какие-то небольшие связи с Кубой, да. Не совсем это всё потерять. И вот с этой точки зрения поездка понятна совершенно, да, на Кубу. А то, что там по пути перехватили, хряпнули по 200 грамм в аэропорту, они на ресепшене где-нибудь, как он называется, дьюти-фри. В дьюти-фри они хряпнули там хорошего французского коньяка. Ну, это странно. Знаете, как вот они мимо проходили, о, там, типа, Кирюш, привет, там, французский, здравствуй. Ну, да. Вот они встретились. Ну, простите, если что-то не так, если что-то не согласен, мы выделили своими мнениями. Понимаете, как, вот мы с вами ни на что не претендуем. Да. Мы ничего не требуем, у нас нет никаких лозунгов. У нас нет никаких идей. Да, у нас нет никаких идей. Главное, что мы ни от кого не зависим. И мы с вами сделали беспристрастный исторический взгляд. Маленький анализ. Да, просто как было в истории. Больше ничего и не надо. Зачем? Ну, и ладно. Всего-всем доброго. Всего доброго. С наступающим постом. Выдержать вас я. И всего-всем блага. Всего доброго. С наступающим постом. С Масленицей и вдоволок еще с прощенным грядущим воскресеньем. Если что, перед кем согрешили, простите нас. Не кидайте в нас гнилыми арбузами и не плюйте нам на дверь в подъезде. Всего самого доброго. До свидания. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...